Здравствуйте дорогие друзья! Христос воскресе! Прошла неделя светлая, но еще не закончена Пасха. И неоднократно, уже год от года мы напоминаем, что в течение Светлой Седмицы мы не поминаем людей за упокой, мы не вспоминаем о смерти, ибо смертью Христос попрал. И вот второй день после Светлой Седмицы, вторник Светлой Седмицы, именуется Радоницей в народе, днями радости. По сути дела, богослужебное это обычный день, просто когда возобновляется пение заупокойных служб, панихид, литий. Это не какое-то особое заупокойное богослужение, просто возвращается в богослужебный календарь пения заупокойных служб. И мы уже очень много раз подходили к теме смерти. Особенно, конечно, спасибо пандемии за это. Как сейчас помню, год назад мы обсуждали само пасхальное богослужение в период карантина. Вот какие новые смыслы оно в нас родило. Много раз мы возвращались к теме смерти и переосмысления ее. И сегодня мы тоже вернемся к этой теме, потому что эта тема неисчерпаема. Говорить будем с нашим гостем, клириком Кирилла Мефодиевского собора, с отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, отче. Христос воскресе. Во истину воскресе, Христос. А говорить мы будем с вами, напоминая нашим зрителям, что у вас есть профдеформация преподавателей философских дисциплин и богословских дисциплин. И хотелось бы, понятно, что мы можем говорить о, ну таком, условно говоря, богословском измерении, что Христос, кстати говоря, по-моему, даже как-то с вами эту тему именно с вами обсуждали. Пасхальная тайна богословия трех дней. Да, что именно христианскую революцию, какую в отношении смерти произвела церковь. А сегодня бы мне хотелось вот именно такого философского размышления. Вот прям, может быть, тезисно перетекая из одного в другое, может быть, в целом поговорить о том, а что должно поменяться в человеке памятью смертной. То есть вот мы должны, нам все напоминает о том, что мы живем под знаком конца. И с одной стороны, у отца Александра Шмемана есть замечательная такая маленькая, тонюсенькая книжечка «Литургия смерти», в которой, несмотря на тонкость этой книги, он очень полновесно и глубоко рассматривает вот эту самую культурную революцию в отношении к смерти. Он говорит о том, что долгое время церковь жила под знаком, ну, такой, победившей смерти. Вот, то есть, всячески осмысляя смерть, всячески фокусируя внимание на ней. Сейчас, говорит он, а он писал, ну, в 20 веке, говорил об этом, лекции читал, мы живем под знаком победившей жизни, и мы начинаем гуманизировать смерть, мы ее пытаемся экранировать, всячески пытаемся ее отодвинуть. Мы живем в эпоху молодых стариков, да, мы живем в эпоху всяческих инноваций, технологий, которые призваны и победить, с одной стороны, нашу конечность, отодвинув нашу смертный час, с другой стороны, призваны нас отвлечь от всего этого. Говорим, ну, это слишком мрачно, ну, не надо так горько. Больше позитиву. Позитиву больше должно быть. Где позитив? Вот, давайте без этого негатива, не будем думать о смерти. И мы живем, то есть, на самом деле, решая задачу вот этой кафоличности, не путать с ремокатоличностью, да, а кафоличностью в значении объединить эти два подхода к смерти. Вот как бы философ разрешил эту коллизию? Что все-таки, есть ли какие-то подарки человеку, живущему под знаком конца? Ну, конечно же, есть. И тут педантичные зануды во мне требуют все-таки закончить вопрос с мессианскими пророчествами. Вот я позволю себе буквально еще пару цитат. Вот, пожалуйста, Псалтирь. Псалом 15. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и выселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь и души моей в ааде, и не дашь святому твоему видеть тление. Ты укажешь мне путь жизни и полнота радости при лицом твоем блаженства в деснице твоей вовек». И вот это же тоже очень важный момент о том, что Господь продолжается и за пределы этой жизни. И в этом случае я предложу вам парадоксальное изречение из святых отцов о том, что мы должны за земную жизнь оживить нашу душу. И если душа наша будет на момент смерти жива, это парадоксально, да, что вот если душа в смерти окажется живой, то она и тело приведет за собой. И действительно, вот о чем заботится христианин, в чем смысл вообще духовного делания? Не в том, чтобы тело наше окрепло от поклонов или закалилось постом, или вот, то есть тело как раз-таки понятно, что вечную жизнь поначалу не отходит. А вот оживить душу, то есть как-то вот суметь найти вечные смыслы. Ну, а по поводу вот подарков в отношении конца, то рискну сказать, что это действительно очень актуальный момент, связанный с нашим современным состоянием. То есть, к примеру, находятся отдельные энтузиасты-трансгуманисты, которые говорят, что скоро век человека будет доведен там до 150-200 лет совершенно спокойно. И вот мы пока даже не говорим о вечной жизни, мы всего лишь говорим, что это будет не 70 лет, а еще же силах 80 лет и множество их труд и болезни, а 200 лет. И посмотрите, как все сразу меняется. Но множество их труд и болезни останутся. Это отдельный вопрос. Это вот если человек переселится в какие-то кибернетические механизмы. То есть, опять же, большой вопрос. Вот мыслим ли мы себя как совокупность наших органов? Это тоже интересный такой философский. Если нужна тема для размышлений, то вот, пожалуйста, когда мы говорим, что, к примеру, условно завтра я буду в студии с надцом Сергием записывать программу, вот я имею в виду, что моя двенадцатиперстная кишка будет в студии, мозжечок, бактерии, желудок поджелудочный, зрачок, хрусталик и все вот это вот, вот оно окажется вот надкосницей и прочее. То есть нет. И более того, мне бы хотелось бы, чтобы меня запомнили не как вот с моими физическими характеристиками, да, то есть вот. А что вы можете о нем сказать? Вы знаете, это такой профиль совершенный, что и все. То есть в человеке не было вообще других. То есть наоборот, нам хочется, чтобы нас запомнили как на талантливого рассказчика, глубокого лектора, умевшего любить и утешить. То есть при любви и утешении, при объятии не важен размах между пальцами, хотя штангенциркулем можно и его замерить с точностью до миллиметра. И в этом плане действительно возникает вопрос, а что же есть мы? И посмотрите, к чему мы сводим человека. Человек – это знания, человек – это чувства, то есть опять же вот живот – это главная часть, сердце – это главная часть или мозг – это главная часть. У владыки Антония Сурожского, по-моему, если только мне память не изменяет, что у него есть интересное замечание. Он приглашает к мыслительному эксперименту, говорит, все, к чему может быть отнесено притяжательное местоимение «мой», не есть «я». То есть как только я говорю, например, «моя Библия», под текстом, между строк, это означает, что я не есть эта книга. Когда я говорю «моё сердце болит», да, я говорю о том, что что-то во мне меня беспокоит, но вот действительно очень важный момент, что не что, что действительно я, и что не описывается притяжательным местоимением «мой», а тут надо вообще поиграть со словами «мой ум», «моя душа», «моё тело», «мой дух», «всё это как бы не я». Тогда остаётся вопрос «а где я?» Да я даже больше заострю, как имеющий профессиональные деформации. Вот духовное упражнение. Дорогие собратья и сосестры по вере, а какое изречение будет правильное? У меня есть мозг или я и есть мозг? То есть к вопросу о трансгуманизме. Вот если нас условно превращают в таких профессоров доуэллов, потому что доуэллов, ну мы же не хотим, чтобы нас запомнили по, я не знаю, нашей талии. Ну, конечно, есть люди, вошедшие в рекорды в Гиннесу, но мне кажется, это и их не радует, что они прожили целую жизнь, а запомнили о них, что у них талия была вот в стольком-то измерении. Физиолог, кстати, какой-нибудь, изучающий мозг, он может задать вопрос. Так, ещё раз, как вы? У меня есть мозг или я и есть мозг? И есть мозг. Или мозг имеет меня? Ну, тут мы уже говорим об эксперименте с языком. В том смысле, что относительно недавно, тут тоже, может быть, интересен ваш комментарий как философа, может быть, он немножечко отводит нас от магистральной темы, но интересно... Но мы вернёмся. Да, интересное замечание, что реальности не существует. Потому что, ну, приведите мне, говорит физиолог, хоть один индикатор, хоть одно действительное доказательство того, что Сергей Кредич, отец Сергея Кредич, не является моей галлюцинацией. А нет таких? А таких индикаторов нет. The Matrix has you. Да, или лучше тут не Матрицу вспомнить, а Игры разума, да? Можно и так. Когда человек... Напомню, что фильм основан на реальных событиях. Вот. Доктор математических наук живёт в постоянном окружении трёх несуществующих людей, трёх галлюцинаций, по общению с которыми он тоскует, когда он понимает, что это болезнь и так далее. Но если даже столь маргинальное определение реальности отодвинуть за скобки, например, война в Сирии, она реальна? В том смысле, что реальность — это то, что имеет некое воздействие на тебя. И в том смысле, что да, я понимаю, что где-то одновременно в это время, сейчас ведутся бои где-то на другом континенте или там за тысячу километров от нас, не делает это событие для меня реальным, потому что оно на меня никаким образом не воздействует. Вот, например, если, не дай Господь, случится революция в стране, война в стране, гражданская или ещё что-то, вот это будет реально для меня, потому что это будет непосредственно воздействовать. Но это не будет походить на ту картинку на гид-плакате или на дисплее, или эти несколько строчек в мессенджере, которыми это всё будет подано. Так вот я как раз и обращаю ваше внимание, что вот, допустим, если наука, а она уже сейчас готова, то есть Илон Маск радостно рапортует, что хрюшкам хорошо, подходите, дорогие люди, сейчас мы и вам чип выживим. Продолжится ли это человеческим существованием? С другой стороны, повторюсь, мы же сами не хотим, чтобы нас запомнили по цвету глаз. Что вы можете сказать о, я не знаю, о Ездундокте с вашего прихода? Ну что, у Ездундокты есть набор платочков, и она на Богородичной в Голубом, на Пасху в Красном. Ездундокты – это имя. Да, это такая, чтобы я не обидел никого из, действительно, вот прихожанок любых православных храмов, то есть, ну вот это вот имя, которое не используется. То есть Ездундокты и Ебардей – это вот такие персонажи, которые время от времени появляются, я говорю, ну вот как какой-нибудь Ебардей, вот он, как хочет, чтобы его запомнили. По его внешним данным или все-таки по тому, какой он рассказчик, какой он, ну это что. И вот нам предлагают, к примеру, продлить жизнь с чипом или продлить жизнь в качестве мозга, подключенного к автомату. Да, то есть наш мозг, как мы, будет перенесен в условного киборга, и должны ли мы на это соглашаться. Или же, опять же, к вопросу о конечности нашей жизни, просто если наука нам дает еще лишние сто лет. Вы представляете, как это меняет в плане масштаба вообще все. То есть одно дело, когда же ты женишься, и человек говорит, при жизни в 200 лет мне всего 50, я не готов к серьезному отношению. Ну то есть действительно, если мы сейчас посмотрим, да, вот 200 лет и 50, это четверть. И вот если мы говорим о средней продолжительности жизни в 60 лет, то четверть от 60, это 15. Ну будем ли мы, как бы это сказать, ну мы осуждаем, знаете ли, всякие нежлишества добрачные. Но в целом, посмотрите, как, а когда ты получишь образование, лет через 20 начнут только об этом думать. Я хочу мир посмотреть, я хочу попутешествовать, я хочу... И с другой стороны, а что тогда я? Вот тоже интересный момент. Потому что, опять же, это до Христа еще философы-язычники поняли, что, во-первых, мы не сможем получить все удовольствия сразу, и, во-вторых, нам нужно тогда строить иерархию удовольствий, то есть решать, какое предпочтительнее это будет лично наш выбор. И второй момент, нам нужно иметь в виду, это будет конечный или бесконечный. То есть тоже интересный момент. Вот под знаком конца мы осознаем, что какие-то моменты с нами уже не случатся. То есть, условно говоря, если вы до 30 лет не побеждали в Олимпийских играх, то навряд ли вы вообще победите в принципе, да, в Олимпийских играх после 30. То есть, конечно, теоретически можно, но по факту уже, наверное, нет. То есть я скажу страшную вещь, что наши мечты, они имеют срок годности. То есть вот побывать в Африке можно и в 15 лет, и в 60. А полететь в космос, если это большая мечта, и вот мы праздновали День космонавтики, то оказывается, что требует большой подготовки. Это требует отказа от других удовольствий. Ну, то есть банально даже вкусно, хорошо есть и спать, пока вы сами без будильника не проснетесь. Ну, это же приятно, давайте не будем лукавить. Но с другой стороны, как вот, кстати, христиане во время поста, и апостол Павел использует вот эту формулировку, что аскет, это же, на самом деле, если не путаю в Коринфе, проходили состязания по бегу. И, соответственно, бегуны Коринфы, они желая получить известность, желая получить узнаваемость, это ведь тоже хорошее желание, они ведь желали славы доброй. Не человек, который за один раз убил 50 человек, из которых 40 были женщины и дети. Да ладно, Басик, ну что вы берете какую-то маргинальную штуку? 15 секунд тиктока. Да, простите. Ну, апостол Павел об этом не знал. Оставьте мне мои классические фиговые листки, если вы знаете, что такое фиговые листы, опять же, в правильном его значении. Ну, то есть аскет только от чего-то отказывается ради получения большего удовольствия. И вот смотрите, опять же, да, вот эти вот пресловутые шутки, в которых есть доля шутки, что, дескать, что в 20 лет иметь друзей – это счастье, что в 60 лет иметь друзей – это счастье. Ну и, простите, да, не, как бы это сказать, пачкать штанишки в 5 лет – это счастье, и не пачкать штанишки в 70 лет – тоже счастье, если вы понимаете, о чем я. То есть получается, что вот эта вот перспектива конца и окончания этой жизни, она, во-первых, сообщает дополнительную ценность каждому мигу, что мы имеем в виду четко, что впереди у нас осталось, ну, хорошо, если несколько десятилетий. То есть это, во-первых, отрезвляет, да, как всякое такое. Поднимите руки, кто планирует жить 100 лет – молодцы! Поднимите руки, кто планирует жить 120 лет – молодцы! А теперь я вас расстрою. По статистике средней продолжительной жизни в Российской Федерации 60. Ну, условно, 60, я не знаю, какова точная статистика, посмотрите, пожалуйста, загуглите прямо сейчас, кто имеет телефон с быстрым интернетом, но вы увидите, что у вас не так много времени. И тогда его надо тратить на книги, на путешествия, на семью, на космос, на то, чтобы научиться играть на гитаре, на то, чтобы научиться рисовать, на то, чтобы научиться танцевать. Потому что если мы говорим о вот этой перспективе, то все у нас, с одной стороны, имеет дополнительную ценность, но, с другой стороны, оно ведь и не обесценивается. Потому что в перспективе в 200 лет мы всегда можем сказать, ну, и там останется у меня 50 лет, и тогда я запишусь на аргентинскую тангу. эту вашу самую, научусь на губной гармонике играть, арга на свою, на 130-м году жизни, ну, потому что уже там как бы... Пока мы говорим только о некотором индивидуальном, то есть личностном измерении, да, то есть, когда я понял, осознал, условно говоря, свою конечность. Но ведь выход, по идее... И парадоксально это приводит к большему влюбленности, к большему влюбленности в жизнь. Вот. Но следующим еще, мне кажется, немаловажным этапом будет тот факт, что после того, как я осознал, например, свою конечность, то есть, как я с этим соединился, примирился и понял, что... Ну, то есть, это скорректировало, условно говоря, мой прицельный огонь по жизни. Отрицание, торг, гнев. Да, 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 да. Потом принятие. Следующим этапом должно стать понимание конечности моего ближнего. И тогда, получается, знак конца должен расцветить, интенсифицировать не только мою личную жизнь, когда я понимаю, что у меня каждый день с его возможностями уходит, и в моей жизни, там, я не знаю, например, какого-нибудь там 11 мая в моей жизни больше не будет. 11 мая 2021 года в моей жизни больше не будет. Но следующим этапом я должен посмотреть сквозь вот эту вот призму конца на своих родных и близких, что их тоже может не быть. И пресловутый 2020-й нам это показал очень четко. Как мы не верили в бескризисный прогресс и в торжество разума, но вдруг случилось поветрие, которое вот, ой, и кто же знал, что к этому приведет. Ну да. И сколько возможностей, да, автоматически сразу умирает со смертью человека, например, попросить прощения, признаться в любви. В целом, вообще, в принципе, заметить человека. Вот тут недавно я читал факультативный курс в политехе по поводу семьи. Там возникла такая интересная история. Девочка, вот девушка молодая вспомнила про... Вернее, задала вопрос, ну вот каким же образом мне доказать моей бабушке, чтобы она от меня отстала своим вопросом пресловутым, поела ли я? Вот. И когда мы, да, слишком индивидуализировано живем, то, с одной стороны, уместен вопрос, отстаньте от меня, отщепитесь от меня все, дайте мне жить спокойно. Но если мы говорим о том, что... И при таком подходе выхода из этой ситуации нет. То есть ты либо вынуждена должна хлопнуть там дверью или бросить трубку телефона, нахамить бабушке, и она действительно от тебя отстанет. Либо ты начинаешь сжимать пружину собственного терпения, начинаешь это благополучно претерпевать, каждый очередной звонок бабушке. Но есть... Вот, собственно, мне кажется, что жизнь под знаком конца, она дает третий путь, когда я, например, понимаю, что наступит время, и это может быть ближайшее время, потому что мы не знаем часа смертного своего, когда телефонная трубка будет молчать. И больше в твоей жизни не будет того человека, который бы просто набрал бы тебя и спросил бы, ты поела или нет. И, ну вот, когда я так поставил вопрос, кстати говоря, девушка расплакалась. Я этого не специально, этого я не хотел, но, видимо, там какие-то внутренние струны были задеты настолько глубоко, что, ну вот, человек понял, что есть вот третий путь выхода из ситуации. Так это христианство и есть. Когда апостол Павел пишет друг друга, тяготы носите и так, и исполните закон Христов, он как раз именно это в виду имеет. Не в смысле, что нам надо бабушке помочь принести пять килограмм картошки, хотя это тоже нужно сделать. А в том плане, что вот, ну вот такая она. Вот у нее, вот, у нее же ведь это тоже какой-то итог жизни. То есть это не вопрос, как раз вот возвращаясь к вашему, к вашей реплике о том, что это же не только на себя надо проецировать, но и остальных тоже иметь в виду. То есть это ведь бабушкина жизнь. Откуда мы знаем, что у нее там было с продуктами, что она теперь спрашивает, а ты поел? То есть это же человеческая история, да? То есть это итог ее нескольких десятилетий. И вот она же не просто так спрашивает. Она ведь могла спрашивать, который час? Она могла спрашивать, где немцы? Она могла спрашивать, есть ли вода? Ну то есть это же тоже итог какой-то чужой биографии. Если мы за репликой будем видеть вот это вот, собственно, человека, который себя втискивает, почему-то именно в эти слова. Но это же тоже надо над собой предпринять какое-то усилие и видеть не только себя. Опять же, я и есть мозг, или у меня есть мозг. Соответственно, я это только я и другие меня не интересуют. Или я это тот, кто видит других, и тот, кто чувствует других. То есть взять и почувствовать бабушку. А почему вот у нее так? И так же с нашими ближними. И в этом плане, кстати, это тоже очень хорошее лекарство, потому что жизнь по знаком конца, она нас избавляет от чрезмерного погружения в ландшафт и в контекст. То есть ландшафт в смысле, что мало ли что нанесло вот тут за века, вот конкретно здесь. Потому что, ну, действительно, люди говорят, я не хочу умирать. А вот так вот, если не потому, что мы уговариваем умереть, упаси Боже, но если так вот спросить, а вы бы хотели жить в этом вечно? То есть вот в 1913 году было всего лишь 300-летие дома Романовых. Ну, давайте позагибаем пальцы, у кого хорошо с историей. То есть 1613 год, да, там смутное время кончилось. Потом начинается, значит, первый Романов, потом Петр Великий, потом эпоха дворцовых переворотов, потом нападение Наполеона и двунадесяти язык, упразднение патриаршества, введение Синода, первая русско-турецкая, вторая русско-турецкая, три раздела Польши. И вот вы в этом живете и можете вспомнить, как ходить с тростью и как крахмалить жабо. Или там, как плести лапти и как шнуровать берцы. И вот где здесь вы вообще в этой ситуации? Вдруг выясняется, да, что судебник вот этот, реформа вот эта, реформа... Мы про Конституцию-то сколько разговаривали, что всего-то поменяли, ничего. А представляете, вот это вот уложение, 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 кондиции, декабристы и все вот это вот. И вот, ну неужели мы пожелаем, что вот мы бы хотели жить в этом? То есть просто в историческом контексте. Или представьте себе солдата, вот какие у него будут проб деформации, если он начинал там с бердышом. С мушкетом. И заканчивает вот трехлинейкой уже и пулемет видел, и танковую атаку. То есть вот чтобы... То есть был бы он человеком в нашем современном понимании. То есть способно ли человеческое сознание вместить такой большой этап эволюции? Представьте модницу, которая золой мыла голову и доживает до душистых мыл. До аромата живанши. Ну, или опять же, да, давайте посмотрим, да, на женщину, которая вот стирала вручную в ручье и доживает до стиральной машинки. То есть где она постилась великим постом на первое капуста с водой, значит, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты. И вот она доживает до заказа пиццы с кальмарами. То есть это... Насколько это будет вот тот же самый человек? Тем более все же ускоряется. Вот по вопросу о трансгуманизме. А вот если наука нам предложит здесь задержаться? То есть в целом мы же спокойно пользуемся услугами врачей. Мы же не говорим, ну вот Господь дал тебе зубы, два набора, два. Что ты с ними сделал? Нет, все, уже стоматолог не благословляется. Нет, почему? Мы можем взять и вставить другие зубы. И в целом человек не считается отступником или сатанистом. Человек может использовать там деревянную ногу. Хотя можно было сказать, что если Господь решил, что тебе лучше без ноги, то вот перечитай Евангелие про отсечение руки и возблагодари, что глаз не потерял. Это же тоже, возможно, буквальная интерпретация в Писании. И вот где то, где мы остановимся? То есть знак конца. Мы в каком-то моменте перестаем быть человеком или мы продолжаем быть человеком? То есть в этом плане действительно это хороший философский вопрос. Будь то там призрак в доспехах в японской анимации, будь то амнисия и адептус механикус в Архаммере 40-тысячном, будь то голова профессора Доуэля в более мягком советском варианте. Но, кстати, вот что делает нас людьми, и если мы поменяем вообще все? Я сейчас вспоминаю, кстати, в мои школьные годы была реклама зубной пасты про будущее, где молодой человек выходит из ванны и входит туда, прекрасная юная дева, и он говорит «Привет, ба!». Потом выходит и говорит «Баста-блендамент, зубы – это единственное, что у нее свое осталось». И, кстати, да, вот бабушка, вот будет ли такая бабушка спрашивать, что ты поел? Потому что вот от бабушки биологически только зубы остались, все остальное поменяно. Но, с другой стороны, она же помнит, она же помнит день рождения, она спрашивает, поел ли ты? Не факт. Альцгеймер, наше все. А если… Ну и наука, она, знаете ли, вот мы верим в бескризисный прогресс, конечно, поменьше, чем в Господа, но в целом мы науку не отрицаем. — Отче, ну вот и еще один совершенно удивительный, интересный диалог закончен на сегодня. Понятно, что мы огромный спектр вопросов в связи с этим просто не осветили. — И больше оставили вопросов, чем дали ответов. — Да, и это может быть даже лучше, если передача дает меньше ответов, чем вопросов. Вот. Потому что, на самом деле, все это подводит нас к очень глубокому и вдумчивому, и, что самое важное, мне кажется, ответственному подходу к жизни. Потому что все действительно находится под знаком конца, и наши отношения, и отношения с людьми, и отношения с самим собой, и отношения с самой жизнью, и отношения с Богом. Все это, так или иначе, проходит под звездой смерти и конечности. Поэтому спасибо вам огромное за то, что задали контексты и проблемное поле. Хотя бы как-то мы попытались сегодня совместно очертить. А вам, дорогие наши зрители, мы рекомендуем не останавливаться в своих размышлениях. Хотя бы проведите такой мысленный эксперимент сегодня вечером за вечерним чаем, сидя напротив своих любимых, родных и близких, может быть, друзей, в кругу друзей. Просто посмотрите на них, как на людей, с которыми вам рано или поздно, возможно, придется расставаться. Да не навсегда. Мы верим, что смерти нет. Но расставаться придется. Будем ли мы тратить время впустую нашего дня и нашего вечернего чая? Будем пристально, наверное, вглядываться в другого человека для того, чтобы максимально взять от этого общения все. Попробуйте. Думаю, что это нас всех обогатит. Храни всех вас Господь. Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова